В этом мужчине в простой рубашке и футболке, купленной на Сростинском базаре, не сразу узнаешь модного российского художника Никаса Сафронова. О том, что он приедет на шукшинские дни, не знал никто. Он не выступал на сцене, не давал мастер-классов, как это обычно бывает, а просто поднялся на гору пикет полюбоваться видами и загадать желание у памятника Василию Макаровичу. О сростках художник узнал от друзей. Лидии Федосеевой с Шукшиной и Сергея Никоненко. «Приедешь, увидишь и будешь потрясен на всю жизнь», — сказали они. Так и случилось. Для художника они побывают здесь, когда погода меняется, то дождь, то жарко, то тепло. Вот это настолько уникальное место, оно как будто имеет все времена годы, все чудеса света, вот те, которые нужны для того, чтобы созидать, творить или напитываться соками для того, чтобы писать потом картину или снимать фильмы. Природа Алтая не только вдохновляет, но и исцеляет, считает художник. Здесь Никас Сафронов купил вытяжку из рогов морала для своего друга Николая Дроздова. Ореховое масло для себя, а заодно присмотрел натуру для будущих работ. Никас Сафронов признался, его поклонники просят больше писать русской природы. После возвращения с Росток он собирается создать цикл работ, которые покажут в Великобритании и Бельгии. И, конечно, как художник я обязательно посвящу несколько картин этому месту, которые будут связаны с этим памятником и с этой красотой, с этими горами, рекой и видами, которые мы открываем перед своим взором. Здесь же на пикете мы случайно встретили легендарного советского спортсмена, 11-кратного чемпиона мира по биатлону, лучшего биатлониста 20-го столетия Александра Тихонова. Он также приехал инкогнито. Шукшинский фестиваль посетил впервые. Говорит, это событие навсегда связало его с Алтайским краем. Как член правления Союза биатлонистов России обещает помочь региону создать оснащенную тренировочную базу для спортсменов. Если руководство края предложит к этому усилие, то я буду пробивать на всех уровнях для того, чтобы эта база появилась обязательно. У нас нет ни одной базы для среднегорной подготовки. Не были обделены вниманием прессы и другие звезды. О приезде в сростки Нины Усатовой, Сергея Гормаша и Сергея Безрукова было известно заранее. Во время посещения музея-заповедника имени Шукшина, актера, сыгравшего в кино Есенина и Высоцкого, облепили поклонницы с просьбой дать автограф. Сергей Безруков провел творческие встречи в Бийске и Белокурихе, где представил фильм «Золото» режиссера Андрея Мармонтова. За главную роль в этой картине Безруков получил диплом Шукшинского кинофестиваля. Теперь задумал поставить спектакль по роману Василия Макаровича. Я думаю, что в Московск-Губернском театре надо поставить Шукшина. Будем думать. Хотелось бы сыграть, поиграть героев Шукшинских. Я не знаю, любимый роман, я пришел дать вам волю. Образ Стеньки уникальный просто, уникальный герой с такой силой, с такой энергией. Шукшинские дни на Алтае закончились. Московские гости вернулись домой. Поездка вдохновила их на новые проекты. В скором времени появятся картины с видами сросток от Никаса Сафронова, спектакль по роману Шукшина от Сергея Безрукова, а на Алтае – горнолыжная трасса для биатлонистов от Александра Тихонова. Мария Корчевая, Михаил Беднаржевский, Андрей Леонтьев и Дмитрий Козерлыга. Новости.